Тестер C4301 в металлическом кейсе с ручкой для переноски и с очень удобными замками. К тестеру прилагается инструкция по эксплуатации. У тестера имеется устройство защиты от перегрузок, от неправильного измерения, которое активируется нажатием этой кнопки. Для измерения напряжения постоянного надо включить этот значок. Вставляем черный щуп сюда, красный щуп сюда. И давайте измерим напряжение батарейки. Берем батарейку. Шкала прибора 2,5 В. При последнем значении 50, если он показывает 30, значит мы значение должны поделить на 20. Получается 1,5 В. Это не очень удобно по сравнению с современными приборами цифровыми, но стрелочный такой прибор обладает безусловным преимуществом при измерении быстро меняющихся величин. Цифровой прибор покажет просто чехарду, просто постоянную смену цифр, а за счет инертности стрелки можно будет произвести измерение. Кроме того, безусловно, очень удобна зеркальная шкала и точность измерения у этого прибора выше. Для того, чтобы измерить, например, сопротивление, мы должны переключить, включить одновременно два этих выключателя, переставить общий сюда и переключить переключатель на измерение сопротивления. Дальше замыкаем щупы, замыкаем щуп, соединяем их друг с другом и выставляем ноль для того, чтобы 100% была точность измерения. И после этого мы можем уже производить измерения. Измерение каждой величины идет по своей шкале. Вот шкала сверху, это для напряжения для тока, шкала чуть пониже, это для килоомов, еще чуть пониже для омов, для децибел. Также тестер измеряет, может измерять, кроме силы тока и напряжения, и сопротивление еще может измерять емкость. Замечательный прибор, который выпускается до сих пор. Отключение защиты, нажатие на эту кнопку. Отключение защиты